Из потока сообщений на лентах пока можно воссоздать такую картину событий с привязкой к местности. Горящий Су-24 столкнулся со склоном горы в Сирии, падая в сторону запада курсом, по которому до турецкой границы 4 километра. И километр до неё, если по кратчайшему расстоянию. Из населённого пункта Атера, по всей вероятности, велась съёмка бомбардировщика. А из района Новорах открыли огонь с земли по экипажу. Лётчики на парашютах в воздухе беззащитны. Таким был для турецкого истребителя и их самолёт, который, по информации Минобороны, возвращался на базу после выполнения задания уже без боекомплекта. Хроника у Григория Емельянова. На этих кадрах, распространённых одним из турецких каналов, крушение фронтового бомбардировщика Су-24. Самого момента попадания ракеты в самолёт на видео нет, только последние полминуты. Машина горит и с большой высоты, это понятно потому, как долго всё происходит, сваливается в неуправляемое пике. Российская Минобороны вскоре выступила с официальным заявлением. Самолёт находился на высоте 6000 метров. Судьба лётчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. Также выясняются обстоятельства падения российского самолёта. Всё время полёта самолёт находился исключительно на территории Сирии. Это зафиксировано объективными средствами контроля. Турецкие же военные утверждают, что неопознанный имя самолёт якобы нарушил воздушное пространство Турции. И якобы его об этом предупреждали целых 10 раз за 5 минут. И только после этого подняли перехватчики. Приводят вот эту карту. Её уже поспешили показать западные средства массовой информации. Якобы, утверждают турки, наш самолёт пересёк узкий выступ турецкой территории, 2-3 километра в поперечнике. Но даже если предположить, что карта верна, эти 2-3 километра боевой самолёт проскочит за 8-12 секунд, а никак не за 5 минут. Наши военные эксперты считают, дело другое. У Турции и Сирии были вообще конфликты. Турция тогда предприняла определённые шаги. В том плане, что даже при подходе к границе, Турция считает, что это почти свои территории. То есть она может не то, что предупреждать, а даже, в принципе, избивать самолёты. Так вот, по российским данным, ракета поразила Су-24 в километре от турецкой границы. Упал он в 4-х километрах от неё, у лагеря близ деревни Ямади. Никто никогда не утверждал, что в этом районе находятся отряды умеренной сирийской оппозиции или части так называемой свободной сирийской армии. И, соответственно, не просил российский ВКС не наносить удары по этой территории. Напротив, спецслужбами установлено, что в этой части Сирии действуют радикальные группы, в составе которых сотни выходцев из России, представляющих реальную опасность для нашей страны. При этом подчеркнём ещё раз, по данным средств объективного контроля, в воздушное пространство Турции самолёт однозначно не заходил и Турции никак не угрожал. Сегодня уже средства объективного контроля подтвердили, что он работал в пределах 3-5 километров от государственной границы, так непосредственно, и, возможно, был только вход в приграничную полосу до 1-1,5 километров, но не пересекая воздушного пространства, не нарушая воздушного пространства Турции. Не говоря уже о том, что существуют определённые правила перехвата, в том случае, если два государства не находятся в состоянии войны. Вообще перехват – широкое понятие. От приближения к самолёту для визуальной идентификации и сопровождения до принуждения, знаками и манёвром покинуть нежелательную зону или даже совершить посадку. Огонь на поражение в современной практике – исключительная мера. Мы ничего не нарушаем и выполняем свои задачи. А то, что сопровождают нас, облучают истребители сопредельного государства – это норма, соответствует международного права. Всегда. Границу надо охранять. И сразу наносить удар, а, как правило, не наносится. Это был в прямом смысле удар в спину. Су-24 возвращался на базу после выполнения задания на севере Сирии. Возвращался по заданному маршруту вдоль турецкой границы, чтобы выйти на латакию со стороны моря. Отработав по инфраструктуре боевиков, самолёт шёл без боекомплекта. Практически безоружный, если не считать авиапушки. Абсолютно бесполезный при атаке сзади, откуда его и расстреляли турецкие истребители. Российские лётчики физически не могли ничего сделать. Фронтовой бомбардировщик – это не машина воздушного боя, даже не истребитель-бомбардировщик. Для перехватчиков противника он лёгкая добыча. Действия турецкой авиации были действительно абсолютно провокационными по той причине, что они напали на незащищённый бомбардировщик. Он шёл без прикрытия. И удар по нему был однозначно предназначен для его уничтожения. И это очень важно и принципиально. Дело в том, что наш бомбардировщик и не собирался отвечать никак этим истребителям. У нас просто не было даже в мыслях, что турки посмеют ударить по нашему бомбардировщику. У нас есть прямая линия связи между командованием нашей авиационной группировкой и турецким командованием. Они хотя бы должны были позвонить и выяснить, какие цели имеет этот бомбардировщик. В штаб-квартире НАТО, напомним, Турция, член Североатлантического альянса, собираются провести заседание и заслушать турецких представителей, исчерпывающих объяснений от Анкары и от НАТО намеренно требовать и российская сторона. Григорий Емельянов, Виктор Аверин, Елена Штоколова и Александр Горностаев. Первый канал.